МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Надежда. Я вас часто вижу по телевизору, как вы помогаете людям. И по поводу моей жены Наташа, моя прекрасная умница, моя королева, что-то в последнее время я вижу, что она ходит постоянно с длинными штанами. И мне это не очень нравится. Ее смущает, что, может, это целлюлит или что-то наподобие. Помогите, пожалуйста, что она снова ходила в коротких юбках, так же, как раньше. Спасибо вам заранее. Спасибо. Вот такая вот суровая правда жизни. Но я благодарна Иосифу, потому что он высказал точку зрения многих мужчин. И вот сегодня в рамках всеукраинского марафона похудения прекрасный массажист, профессионал и просто красавица Елена Ткаченко раскроет уникальный секрет, как победить целлюлит. В моем арсенале очень много методов борьбы с целлюлитом. И некоторые из них, на первый взгляд, скажут довольно-таки необычными. И вот сегодня будет такой один из них. То есть вот эти скалки не для того, чтобы показать Иосифу. А у тебя, кстати, не было такой мысли после того, как он взял и раскрыл всей стране ваш семейный секрет? Мысли разные были. Не было такого, что мне муж вот сказал, у тебя целлюлит. Нет. Но с другой стороны, он постоянно меня просил, ну, одень шортики, одень юпочку. Чуть-чуть покороче. У меня перед глазами были фотографии. Вот эти мои, да, целлюлитные ноги, вот эти корочки. И когда ты понимаешь, что у тебя есть эта апельсиновая корочка, которая не очень мне нравится. Вот я посоветовала Наташеньке использовать скалку в массаже. И достаточно, в общем-то, 14 дней, чтобы получились первые результаты. Вот Наташа выполняла через день этот массаж, и мы можем наблюдать результат. Как не бывало этой апельсиновой корки. Поэтому хочется скорее схватиться за скалку, надавать Наташе по попе, во-первых, за то, что у нее такие красивые ноги, потом за нее порадоваться, как это обычно у нас женщин бывает, и научиться использовать эту методику. Обычная самая скалка подойдет, да? Да. Беря скалку, конечно, у нас возникают ассоциации, что рыхлый ком мы раскатываем в гладкое тесто. Да. В общем-то, практически то же самое мы будем выполнять с нашей кожей. В воздействии таким образом на мышцы, на ткани, мы улучшаем тем самым циркуляцию крови, улучшаем лимфоток. Кожа приходит в тонус, становится более гладкой, подтянутой, ну и, конечно же, исчезают со временем все наши недостатки. Об антицеллюлитных массажах обычно говорят, что делать их больно. Тебе было больно? Эта процедура ощутимая, но назвать ее болезненной не могу. То есть синяков после этого массажа не должно быть? Мне Леночка тоже посоветовала, что лучше всего это нужно делать на распаренное тело. Это важно, чтобы было меньше синячков или вообще их не было. И обязательно нанести, можно оливковое масло, можно сливки, можно отвар трав. Если же у вас нет возможности пойти в сауну, в ванную, в душ перед массажем, то я советую просто хорошо, интенсивно руками разогреть кожу до легкого покраснения. Наш сеанс массажа состоит из трех этапов. Первый этап – активация. Занимает у нас 5 минут. Мы будем разогревать наши ткани, мышцы, чтобы потом в последующем приступить к более интенсивному воздействию. Держим скалочку легко, не зажимаем ее. И вот такими вот движениями проворачиваем снизу вверх. По передней поверхности бедра, по боковой поверхности бедра и по задней поверхности бедра. Можем, поставив ножку, вот таким вот образом, проворачиваем скалочку. И завершаем массаж проработкой ягодиц. Снизу вверх. Можно по одной ягодичной мышце. Если же размеры скалки позволяют, то можно сразу по двум. Если размеры попы позволяют, я бы сказала, это тоже имеет значение. Мы уже можем почувствовать легкое тепло, которое распространяется практически по всему телу. Я вспомнила, какой массаж мне напоминает этот вид массажа. Однажды мне подарили подарочный сертификат, чтобы я пошла в салон красоты. И мне там сделали модный массаж бамбуковыми палками. Практически то же самое. 900 гривен. Сеанс массажа бамбуковыми палками. Да, впечатление это производит, потому что такие бамбуковые, две у мастера. И он там шурует. Чувствуешь себя вот инструментом каким-то в этой борьбе с жиром. Ты заметила, он так же вот по ногам проводит этой же палочкой. Да, абсолютно. Но я думаю, что украинские скалочки тоже экологически чистые. Из хороших пород деревьев. Так что и сэкономим, и от целлюлита избавимся. Приступим ко второму этапу. Выполняем те же самые приемы, только с более интенсивным воздействием. Проворачивая скалку. Что касается болевых ощущений, это, конечно, основной этап. И они могут возникнуть. Я советую ослабить усилия. Вам должно быть комфортно. Я бы хотела, чтобы ты нам рассказала, откуда вообще такая идея делать массаж скалкой. Это не новомодная идея. Еще в Киевской Руси наши предки использовали скалку для того, чтобы, как они называли, чинить кости. Они прорабатывали больную спину, ноги, шею вот с помощью скалки. Если мы выполняем без белья, то мы можем сразу заметить покраснение в тех местах, если мы правильно выполняем. Мне так нравится этот массаж. Я быстро и на другую ногу давай делать. Я еще поделюсь таким маленьким секретиком. Так как скалка деревянная, и вы используете какие-либо масла или какие-либо средства, то я бы советовала все-таки скалочку обернуть обычной пищевой пленкой. И вот этот второй этап, он более интенсивный, он, собственно, является основным. Он и предназначен для того, чтобы раскатать жировую прослойку. Если первый этап занимает у нас 5 минут, то тут до 10 минут можно потрудиться. И приступаем к следующему этапу, называется детоксикация. Мы будем проводить дренажные приемы. Он не такой интенсивный, как второй, так как он завершающий, он и успокаивающий, и будем проводить вот такие вот движения. Но уже не проворачивая скалку, а просто проводя ею снизу вверх. Вот такими вот движениями. Движения не должны быть быстрыми, так как все-таки лимфоток у нас не как горная река. Вот такими вот медленными движениями. Можно перед тем, как приступить к лимфодренажному массажу, простимулировать в области паха вот так немножечко себе лимфоузлы. Где лимфоузлы. И приступаем дальше. То же самое выполняем по задней поверхности бедра. Только снизу вверх. Ни в коем случае сверху вниз. Вот таким вот образом. И заканчивая, вот можно от задней поверхности бедра сюда, опять-таки, к паховой области, к лимфоузлам. Вот таким вот образом. Лен, а внутреннюю поверхность бедер, где тоже всегда не очень хороший вид, мы не задеваем этим массажем? Внутреннюю поверхность бедра мы также можем промассировать. Но я скажу, что где-то приблизительно ладонь, отступив от паховой зоны, вот это и есть наша рабочая суда. Мы уже близко не заходим. Здесь располагаются лимфоузлы. Ты довольна? Конечно, довольна. Своими результатами. Я думаю, что результат налицо. Супер. Но все равно я на этом не остановлюсь. Я буду продолжать его делать обязательно. А у меня есть для вас для всех сюрприз. Между прочим, у Йосифа мы тоже узнали, доволен ли он результатами. Давайте-ка вместе посмотрим. Интересно. Здравствуйте, Надежда. Хочу вас поблагодарить за массаж, который Наташа проходила. Она снова ходит просто в коротких юбках, в коротких штанах. Я безумно счастлив. Спасибо вам. Спасибо. Доволен. И как часто делать такой массаж в течение этого двухнедельного курса? Чтобы минимум сутки прошли между сеансами, чтобы все-таки ткани, лимфоток, кровоток, успели восстановиться. И не забудьте, у нас продолжается все-украинский марафон похудения, поэтому у Скалки новый смысл жизни. Меньше теста, больше массажа. Делайте, и у вас все получится. Спасибо огромное. Привет, друзья. Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok